В Голбане пытаются решить проблему со швейным предприятием Нинхаус. Его сотрудники вот уже два месяца не получают зарплату, а руководство компании пропало. Но, по крайней мере, часть работников проблемного предприятия вскоре будет трудоустроена. Подробности у Яна Рубинчик. Добрый вечер. Из Голбана пришли действительно хорошие новости. Здесь открывается новая швейная фабрика. Новое предприятие готово трудоустроить 40 человек. Приступить к работе они смогут уже через 10 дней. Предприятие Немо — это филиал большой швейной фабрики Латвия. В Голбане будет его представительство. Уже есть договоренность об аренде помещений. 16 мая планируется подписать договоры с новыми работниками и начать производство. Мы начнем с 40 человек. Им я на 100% могу гарантировать работу. А там посмотрим, если удастся убедить клиентов расширить заказ, сможем развивать производство. Правда, всех швей, закрывшейся фабрики Нейнхаус, трудоустроить там не удастся. В Госагентстве занятости уже зарегистрировалась примерно половина из 170 бывших работниц немецкого предприятия. Тем временем, при поддержке юриста самоуправления, Портнихи потребовали признать немецкую компанию неплатежеспособной, чтобы получить невыплаченные владельцам зарплаты. С самим же хозяином предприятия связаться по-прежнему не удается. Внести европейское дыхание в малые города Латгалии. Такова цель проекта, который начали реализовывать зарубежные волонтеры в Великском крае. Название проекта — 10 невероятных месяцев в Великском крае. В его рамках, в неформальной атмосфере, детей и молодежь знакомят с культурой других народов, а также дают возможность изучить иностранные языки. Мы работаем в трех молодежных центрах и в детском саду. Учим детей английскому. У некоторых молодых людей сложные характеры. Одни нервные, другие веселые и хотят во всем участвовать. Для меня это хороший опыт. Волонтеры работают в властях Рекова, Штилбени и Меднева. Желание помочь выражают добровольцы и из других стран. В других странах — скандинавские, Германии, США — движение волонтеров очень развито. У нас оно зародилось только в 98-м году и пока находится на стадии развития. За 40 лет своей работы хор «Скалы» стал символом не только Елговской государственной гимназии, но и всего города. Когда учитель музыки Гунта Пашковска 40 лет назад вошла в двери Елговской госгимназии, она не подозревала, что очень скоро обычный школьный хор превратится в коллектив, который узнают не только за пределами города, но также в Германии, Австрии и Италии. Я представляю себя олененку, у которого уже растут рожки, и он по-прежнему набирается силы. Всегда хочется лучше и лучше. Название «Скалы» — «Лучина». Хористы выбрали сами. Хотели подчеркнуть преемственность традициям, ведь именно молодежи в древности поручали следить за тем, чтобы лучина не потухла в комнате. На 40-й юбилей хор получил в подарок от композитора Валдеса Зилверса песню под названием «Скалы».